Всем привет, с вами снова Илья, это прогноз криптовалютного рынка на 12 апреля. Итак, заканчивается рабочая неделя, давайте посмотрим, что у нас происходит на данный момент на криптовалютном рынке. Волатильностью он не прям сильно радует, но в общем-то посмотрим, что ждать от завершения пятницы и от выходных в частности. Итак, начинать будем с биткоина и начинать будем с краткосрочной перспективы. Здесь дела идут неплохо, по крайней мере по краткосроку. В этот раз решили не забирать по меньшей мере сразу наш стоп-ордер и в итоге подросли с момента точки входа почти на 1000 долларов. Ну, вы имеете, было чуть больше, но здесь уровень сопротивления все уперлось. Итак, самый главный вопрос, конечно же, ну не главный, но один из вопросов, что здесь с этим трейдом делать. На самом деле я склонен его закрыть, фиксировать то, что есть, там эти полтора процента. И пока что, наверное, передохнуть, потому что впереди у нас выходные. А это означает, что вероятность пробойных стратегий, вероятность вообще в принципе пробоя каких-то уровней, она стремится к нулю. Что для нас это означает? Для нас это означает, что уровень 71.200 с большой долей вероятности здесь устоит. Ну и даже если мы увидим какие-то локальные пробои этого уровня, то с большой долей вероятности нас ожидает снова возврат ниже него. А так как трейд у нас лонговый и вариантов, кроме как пробивать уровень 71.200 долларов для того, чтобы увеличить по нему профит, у нас фактически нет. Я бы сказал, что здесь в среднем более правильным решением будет краткосрочно фиксануться, ну либо в крайнем случае попробовать дождаться какого-то ложного пробоя 71.200. Когда там цена немного зафиксируется повыше и какие-то более выгодные точки выхода найти. Но это имеет какой-то смысл, если у вас там, я не знаю, какая-нибудь сделка с плечом десятым или возможно каким-то более крупным. И для вас там каждое 100-200 долларов движения цены имеет какое-то значение. Но при этом обязательно нужно выставить стоп-лосс без убыток. То есть на данный момент это где-то отметка около 70 тысяч долларов и там в общем взять такой риск и возможно что-то дополнительное заработать. Но честно говоря, так как трейд у нас на данный момент времени, ну цена точнее на данный момент времени уровень 71.200 долларов не пробила. С большой долей вероятности она это уже за эту неделю не сделает, по крайней мере истинно. Ну то же самое можно сказать в общем-то и про весь диапазон. Вот этот вот крупный, то есть 71.200-71.600. Цена у нас уже бьется в этот уровень довольно давно. Сформировал ложный пробой. Сейчас снова в этот уровень упирается после такой вот небольшой коррекции. И все это вместе складывается в то, что диапазон этот скорее всего тоже очевидно за выходные не пробьется. А это означает, что скорее всего конец воскресенья, начало понедельника будем взаимодействовать или с ним. Либо второй вариант более негативный будем взаимодействовать с отметкой около 67.600 долларов. То есть вот если про пробой 71.200 нам говорить преждевременно за выходные, то вот опуститься к 68 мы вполне можем. Потому что здесь никакие особо сильные уровни пробивать не нужно. Никаких сильных покупателей преодолевать не нужно. И такое движение оно вполне возможно. Поэтому вся основная борьба, я думаю, будет у нас на следующей неделе разворачиваться. Поэтому по биткоину ничего интересного. Мне кажется, что как бы краткосрочные трейды здесь имеет смысл прикрыть, а с долгосрочными и не начинать. По поводу тона. Давайте взглянем. Здесь у нас коррекция поинтереснее была. До 7 у нас долларов тон падал. Давайте посмотрим, что по нему можно по поводу добора сделать. Здесь я выделил несколько точек потенциальных входа. Вообще у нас тон выглядит достаточно предсказуемо, так как он работает от вот такой вот линии поддержки. Ну не вот такой вот, а вот она начерчена. Он от нее всегда работает. Это и в данном случае у нас нет оснований полагать, что цена как-то по-другому здесь себя поведет. Поэтому я выделил несколько уровней, от которых, мне кажется, можно докупить то, что распродали. И 6.27 это неплохая отметка, которая также у нас выходит за вот этот вот важный лой, за которым достаточно большое количество стопов. И опуститься до этих отметок достаточно часто у нас тон сможет. Также можно попробовать отметку типа 5.65, если коррекция немного затянется, если по биткоину мы увидим какой-то негативный расклад. Ну и, например, также есть опция, скажем, если у вас там закрыто, например, здесь 100 монет условных, то можно попробовать взять 50 по 6.82 и по 6.27. Я долго думал над тем, чтобы передобавиться по 7.0, то, что закрыто по 7.44. Но на самом деле в этом особо много смысла нет. Брать вот каждый раз так хватать копейки, это возможно и будет в профитном моменте. Но в более долгосрочной перспективе это как бы такой паттерн поведения формирует, не очень хороший, когда вы стараетесь слишком много нам закрывать, впоследствии слишком много передобирать. И в итоге вы не забираете как бы основной импульс. Поэтому, возможно, это и выгодно было бы прямо сейчас, но в долгосроке так себе. Такой паттерн поведения, который здесь может сложиться. Вот, теперь давайте посмотрим на эфир. Здесь у нас вообще ничего интересного. Супер низкая волатильность. Уровень все там же на 3.666 и никаких особо движений нет. Поэтому даже его разбирать сейчас не будем. Интересная ситуация по BNB у нас. Не помню, по-моему, был он в позапрошлом, кажется, обзоре. Мы говорили о том, что он вышел у нас в последнюю треть треугольника. А это означает, что у нас велика вероятность пробоя. Но в итоге пробой мы увидели и даже увидели ретест вот этого самого треугольника. Очень интересно. В итоге цена сейчас около 621. Мы говорили о том, что вероятнее всего это все мероприятие завершится у нас где-то по 660-670. Ну, я вот упустил немного этот хай. Поэтому скорее здесь даже дадут пробой 700 локально для того, чтобы в лонги загнать. Поэтому мне нравится паттерн, который отрабатывается. С большой долей вероятности у нас BNB будет чувствовать себя по быче в обозримом будущем. Значит ли это, что здесь есть какие-то интересные лонги? Я думаю, что нет. Потому что, во-первых, нет поддержки со стороны биткоина. Во-вторых, вероятность каких-то пробоев и движения хорошего наверх в период этой недели. Ну и в частности выходных она тоже не очень велик. Ну и не говоря о том, что мы уже по биткоину нечто подобное видели и цена у нас ушла вниз. Но если у вас уже есть BNB, мне кажется, что, повторю свою мысль в сотый, наверное, раз, что нужно попробовать поддержать на перебитии хайов, all-time high, хотя бы какую-то часть. Теперь, Ripple. Cool story. Сегодня мне приснилось, что Ripple пампят. И запампили его до отметки 2,1. Больно часто мне Ripple сниться. Я помню, за последние два года мне снилось, по-моему, 3 или 4 пампа именно Ripple всегда. Вот. Но так или иначе, значит, на данный момент времени мы видим, что никаких особо интересных событий по нему не происходит. Но с учетом того, что у него есть некий уровень поддержки, с учетом того, что есть понятная верхняя граница торгуемого диапазона, я бы даже его немного вот так уже начертил, чтобы забрать вот эти вот все хайи, то с большой долей вероятности, так как мы консолидируемся, вот здесь зажимаемся между уровнем поддержки, между вот этой вот верхней линией, нам дадут по меньшей мере какой-то ложный выход. Или наподобие такого, или, возможно, какой-то более интересный, как был у нас, скажем, вот здесь в июле прошлого года. И можно будет что-то собрать. Поэтому я этот свой набранный Ripple, он у меня много раз был набран в рамках вот этого движения, в рамках вообще всего вот этого движения попробую подержать и как-то зафиксироваться на каких-то подобных выходах. Теперь последняя монета на сегодня это GPT, что у нас интересного по ней? На самом деле не очень много. У меня средняя точка входа где-то 63, по-моему, сейчас, даже, по-моему, чуть больше 63-64. У меня много входов было и вот здесь, у меня много входов было, точнее, дополнения были по 60, потом по 50. Сейчас цена 46, с большой долей вероятности упадет дальше, то есть мы отработаем вот этот вот, ну, перевернутый флаг, получается, если выражаться языком классического технического анализа. Скорее всего, уйдем на 33, возможно, даже чуть ниже на 23. Но мне до сих пор интересно это, потому что даже когда так вот активно сдувают, в последующем еще какие-то пампы здесь вполне могут дать. Поэтому я бы сказал, так как это самая такая потенциально пузыристая монета, в нее можно на подобных коррекциях здесь войти. Но, конечно, усердствовать как-то сильно не стоит, лучше добавляться во что-то приличное, да, наподобие тона. Но когда есть некий свободный кэш и когда есть возможность, там, я не знаю, во что-то добавиться, что потом потенциально могут помпануть, мне монетка, ну, не прямо импонирует, но неплохо. Вот это все на текущий момент времени, что касательно криптовалютного рынка. Желаю вам хороших выходных и напоминаю, на что криптовалютный рынок является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не на сервисе того, что вы не готовы потерять, когда формируете несколько альтернативных точек зрения с торговой решением, принимайте самостоятельно. Я сам прощаюсь, всего хорошего и пока. Субтитры сделал DimaTorzok